В Днестровской воде на прошлой неделе обнаружили гепатит А. Ранее опасный вирус выявили в Одесской канализации. Городские слухи уже поместили гепатит еще и в питьевую воду. Насколько реально опасно, Седьмой канал решил проверить вместе с работниками иммунно-вирусологической лаборатории. Наталья и Виктория – фельдшеры Одесской вирусологической лаборатории. Они отправляются на первый забор воды в этом году. Начинают в четвертой гимназии. Первоначально мы обжигаем кран трижды. После этого мы открываем до упора кран и пропускаем воду в течение 15 минут. Только после этого мы приступаем к отбору. Следом фельдшеры обходят дворовые краны и колонки. Воду отбирают сразу для нескольких видов исследований. Мы проводим три вида исследований. Это вирусологическое исследование, бак исследования воды и химисследование воды. В этом году был действительно первый выезд. Дальше я думаю, что это будет каждый месяц проводиться исследование воды. Набранную воду передают в вирусологическую лабораторию на Старосинной площади. Здесь и проведут все анализы на опасные вещества или организмы. Вот это помещение, в котором мы находимся с вами, называется бокс приема и регистрации проб. Значит, пробы воды поступают вот в таких вот трехлитровых бутылях, стерильных, простерилизованных для исследования. В лаборатории уверяют, вирусов, бактерий и опасных химикатов в водопроводе сейчас нет. То есть вода в кранах вполне безопасна. Проводится постоянный мариторинг воды, как водопроводной, так и источной воды, воды поверхностных водоемов на наличие вирусов. Хочу заметить, что за прошлый год и за первый квартал, который еще не закончился, 2014 года, обнаружения вирусов в воде не было. А вот в канализации вирусы есть всегда, в том числе и герой слухов гепатит А. Это нормальные угрозы для жизни, как правило, не представляет. Вирусов в реках и озерах тоже можно не бояться, если только вы не собираетесь оттуда пить. Вирус гепатита А, он, в общем-то, находится в содержимом кишечника. И, естественно, с канализационными стоками может попасть, скажем так, в сбросные воды. То есть это не экстраординарная ситуация, это естественный процесс. На следующей неделе Седьмой канал расскажет о результатах исследования проб, собранных вместе с фельдшерами. Александр Полоев, Константин Гак, Сергей Чумаков, Константин Длужневский. Седьмой канал.